Хомоэкономикус 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 любыми, даже самыми странными предпочтениями. Главное, чтобы они не были противоречивы. В этом смысле альтруистическое поведение само по себе не является отклонением от рациональности. Равно как рациональным может оказаться и человек, включивший в свою целевую функцию еще и полезность своего врага с отрицательным знаком. Поэтому анекдоты про то, что если враг получит загаданное в двукратном размере, то нужно выколоть себе один глаз, имеют рациональную подоплеку. Хотя пожелать себе 32 здоровых зуба могло бы оказаться более перспективным. Вторым свойством, которому должны удовлетворять предпочтения рационального экономического агента, является их транзитивность. Это свойство позволяет перекинуть мостик от сравнения двух наборов товаров к произвольному их количеству. Утверждается, что если набор А предпочтительнее набора Б, а набор Б предпочтительнее набора С, то А предпочтительнее С. Каждое из двух отношений предпочтения, стоящих в левой части, при этом может быть по отдельности заменено на эквивалентность. Результат при этом не поменяется. Если же А эквивалентно Б, а Б эквивалентно С, то из этого следует, что А эквивалентно С. В большинстве неоклассических моделей экономики предполагается, что все участники взаимодействия — это рациональные агенты, обладающие стабильными и, как правило, известными предпочтениями, которые удовлетворяют свойствам полноты и транзитивности. Эти, обладающие совершенной волей агенты, максимизируют ожидаемую полезность в условиях полной информации, на обработку которой также не затрачиваются никакие усилия. Во многих, хотя и далеко не во всех неоклассических моделях, также предполагается ориентация только на собственные интересы, что означает независимость полезности агента от результатов, полученных другими участниками взаимодействия и от уровня общественного благосостояния. Запишем стандартную модель математически. Пусть экономическая система функционирует в моменты времени t равняется нулю, единице, двойке и так далее. В каждый момент времени система может оказаться в состоянии st с некоторой вероятностью p от st, которая известна всем экономическим агентам. Каждый и ты участник в каждый момент времени выбирает свою стратегию поведения x и ttt из некоторого допустимого множества x и получает при этом полезность u и t, зависящую от стратегии поведения и состояния среды. Стратегии выбираются таким образом, чтобы максимизировать интегральную полезность за все периоды с учетом дисконтирующего множителя дельта. То есть рациональный агент решает следующую, представленную на слайде задачу. Сумма по t от нуля до бесконечности, дельта в степени t, умноженная на сумму от p от st, умноженная на полезность u от x и t и st, мы должны максимизировать по стратегиям поведения. Поведенческая же экономика изучает аномалии, то есть ситуации, когда некоторые из предпосылок стандартной модели не выполняются. Но об этом мы поговорим в следующем сюжете.